Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения «Дюфрейн». Добро пожаловать на программу «Иисус Целитель». Мы ожидаем что-то чудесное от Бога сегодня. Смотря эту передачу, не просто сидите пассивно. Высвободите свою веру. Ожидайте что-то от Бога. Пожалуйста, возьмите блокнот, ручку или карандаш, Библию и учитесь вместе с нами. Будьте сегодня учениками. У меня на сердце сильное желание учить на тему нашей власти во Христе. Нам очень важно понять, какое богатое наследство Иисус нам дал. Бог сделал нас богатыми во Христе, и часть этого богатства – наша власть. Слишком часто люди не осознают, что наша власть во Христе – это часть богатого наследия, которое принадлежит каждому дитю Божьему. Она не принадлежит лишь небольшому количеству избранных или тем, кто уже долго спасен. «Каждому, кто приходит ко Христу, принадлежит власть, как часть благословений и наследия, данного нам Богом во Христе». И мы рассмотрим эту тему, потому что чем лучше мы научимся применять нашу власть, тем прекрасней будет жизнь. Жизнь трудна для тех, кто не понимает свою власть и не знает, как ее применять. Чем больше мы понимаем, что принадлежит нам во Христе, и применяем свою власть, тем прекрасней наша жизнь. Давайте начнем с 8-го псалма, с 5-го стиха. Нужно рассмотреть так много мест Писания в этом учении, что не знаешь, с чего начать. Такая богатая тема. Итак, Псалом 8-5. «Что есть человек, что ты помнишь его?» Правда чудесно, что Бог помнит о нас. Бог думает о нас. Мы занимаем его мысли. Бог думает о человеке. И Сын Человеческий, что ты посещаешь его. «Немного ты умолил его пред ангелами». В этом переводе сказано пред ангелами. Но на иврите, оригинальном языке Ветхого Завета, здесь слово «элогим», то есть «бог», а значит, «немного ты умолил его пред Богом». То есть у нас с Богом есть что-то общее. Он разделил свое богатство, свое наследие с нами. И это привело нас в его класс существ. Нет, мы не он, но мы соделаны одним со Христом. И мы цари и священники Богу. Мы в Божьем классе существ. Потому что мы – духовные существа. У нас есть дух. И Бог есть дух. И поскольку у нас есть дух, у нас также есть то, в чем дух нуждается – власть. У Бога есть власть, которую Он применяет. И Он ввел нас в Свою цепочку власти. И разделил эту власть с нами. И будучи духовными существами, мы имеем власть, чтобы владычествовать. Итак, еще раз шестой стих. «Бог сделал человека немногим ниже самого себя и увенчал его славою и честью». Посмотрите на седьмой стих. «Поставил его владыкою» или «сотворил его, чтобы владычествовать». Бог не сотворил нас, чтобы превратить в рабов, чтобы сделать из нас жертв. Мы должны владычествовать. Он сотворил нас, чтобы владычествовать. Обратите внимание, в первой главе книги «Бытие» сказано, что человек был сотворен по образу Божьему. Что имеется в виду? Дух человека. Человек – это дух. Бог есть дух. И по образу Божьему мы – духовные существа. И нам нужно понять то, что здесь сказано, что Он сотворил нас, чтобы мы владычествовали. Владычество – это духовная сила. Это не земная сила, доверенная нам или возложенная на нас другим человеком. Это духовная сила, духовная власть, духовное владычество. Итак, мы сотворены по образу Божьему, как духовные существа. И Он разделил Свою власть с нами. Как сказано в 8-м псалме, Он сотворил нас, чтобы мы владычествовали. Мы были сотворены для владычества. Мы были сотворены для этого. И не живя в той власти, в том владычестве, которое Бог дал нам во Христе, мы не верны Своему предназначению. Владычество нам к лицу. Нам идет ходить во власти. Мы сотворены для этого. Итак, мы сотворены, чтобы владычествовать. Над чем? Над всем, что противостоит Богу. Над всем, что не проистекает от Бога. Что не приходит от Бога. Нам нужно над этим владычествовать и отказаться в этом участвовать. Этому не место в нашей жизни или в нашем присутствии. Итак, 7-й стих. «Поставил Его владыкою». Над чем? Над делами рук Твоих. Все положил под ноги Его. Потрясающая истина, которую нам нужно ухватить. 8-й стих расписывает, что это значит в человеческих категориях. «Овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стызями». То есть, над всем, что Бог сотворил, Бог дал людям владычество. Послушайте, когда Бог сотворил человека, Он сотворил землю в качестве дома для Него. На время существования человека на земле, земля была сотворена для человека. Нам нужно это понять. Земля была сотворена для человека, а не наоборот. Человек не был сотворен для земли. Когда Бог задумал сотворить человека, Он начал все для этого подготавливать. Создал землю. За шесть дней, в седьмой Он отдыхал, Он создал место жительства для человека. Затем Он поместил Адама в саду и сказал ему, «Владычествуйте, владычество нам к лицу». Мы были сотворены для Него. Давайте откроем первую главу Ефесянам и начнем читать со второй половины 19 стиха. Это место Писания, такое насыщенное, такое богатое, но по причине времени мы не можем читать все, так что начнем с 19 стиха. Здесь речь идет о том, что нам нужно через откровение познать ту силу, которая нам принадлежит. «Могущество, которое в нас верующих». И 19 стих. «По действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе». И что совершила эта сила? «Воскресив Его из мертвых». Итак, сила Божья – это сила воскресения. Павел говорит о силе Божьей, которая воскресила Иисуса из мертвых. И не только воскресила Его из мертвых, но и посадила Одесную Бога на небесах. И эта сила нам принадлежит. Эта сила нам доступна. Эта сила доступна тем, кто верит. Она вступает в действие, когда мы верим в Нее. К этой силе необходимо приложить веру, потому что 19 стих говорит о величии и могущества Его в нас верующих. Эта сила воскресила Иисуса из мертвых, посадила Иисуса по правую руку Отца. И в 21 стихе сказано «Превыше». Превыше чего? Превыше всякого начальства. Превыше всякой власти. Превыше всякой силы. Превыше всякого господства. Обратите внимание, есть другие уровни власти, но наша превыше. Есть другие начальства и власти, но власть, принадлежащая нам во Христе, гораздо выше всех других. Превыше человеческой силы. Превыше силы ума. Аминь. Она гораздо выше. В 21 стихе сказано, что Иисус был посажен «Превыше всякого начальства и власти и силы и господства». Заметьте. «Когда Иисус умер за нас, пошел в ад и победил дьявола, сразил его. Все это противостояло его воскрешению из мертвых». Все начальства, все власти, все силы и господства противостояли его воскрешению. Но сила Божья была такой великой, что подняла его гораздо выше всего, что противостояло его воскрешению из мертвых и тому, чтобы он был посажен по правую руку Отца. Власть Божья совершила все это. Сила Божья. И это та власть, которая принадлежит нам во Христе. Бог разделил с нами эту власть. Итак, здесь мы видим, что совершила то владычество, та власть, которая принадлежит нам во Христе. Насколько больше она сработает для вашей семьи, для вашей жизни, если она совершила все это со Христом, воскресила его из мертвых, посадила его по правую руку Отца. 22 стих. «Бог все покорил под ноги его». Речь идет об Иисусе. «И поставил его выше всего главою». Итак, Иисус – глава. «Если же он глава чего-то, то есть и тело». «И поставил его выше всего главою церкви». Или мы можем сказать главою тела. Церковь – это тело Христа. Иисус – глава церкви. 23 стих. «Которое есть тело его». Итак, Бог поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Итак, главенство Иисуса осуществляется через его тело. Через церковь. Так что, если у Иисуса есть власть, у тела тоже должна быть власть, потому что она есть у головы. Тело и голова – одно целое. Садитесь ли вы или встаете. Ваши голова и тело двигаются вместе. Они – одно целое, состоящее из многих частей, но одно целое. Точно так же во Христе мы одно с Ним. Он – голова, мы – тело. И та власть, которая принадлежит голове, осуществляется через тело. Точно так же, как это происходит с вашим собственным телом. Если вы решаете «я пойду в другую комнату», эта мысль приходит в вашу голову. Намерение рождается в голове. Но ваша голова не сможет туда пойти, если тело не пойдет с ней. Ваша голова и тело двигаются вместе. И если мы говорим, что у нас нет власти, мы утверждаем, что у головы нет власти. Но мы знаем, что у головы есть власть. А это значит, что и тело разделяет ту же власть, что есть у головы. Не мы заслужили эту власть. Иисус заслужил ее для нас. Он ввел нас в эту власть. Аллилуйя. Откроем вторую главу Ефесянам. Несколькими стихами ниже. И начнем читать с четвертого стиха. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, то есть, пока мы все еще были во грехах, Он возлюбил нас. Это удивительно. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Оживотворил – значит, сделал живыми. Он оживотворил нас со Христом. Когда Христос воскрес, мы воскресли. Когда Христос был посажен на небесах, мы были посажены. Одновременно со Христом. Он оживотворил нас со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Какие глубокие слова. Они проливают свет на то, что Иисус нам обеспечил. Давайте не будем ограничивать и преуменьшать то, что Он сделал для нас. Он разделил с нами Свою власть. Иисус занимает высочайшее место во Вселенной рядом с Богом. Он находится по правую руку от Отца. И Он не пошел туда один. Он взял нас с собой. Вы скажете, я не понимаю, как это. Это кресло власти. Это кресло власти. Мы разделяем с Ним это кресло власти. А не так. Иисус сидит на кресле, а тело Христа располагается рядом с Ним на куче кресел. Мы все вместе сидим на этом кресле власти. Голова и тело сидят вместе. У вас же голова не сидит в одном кресле, а тело в другом. Голова и тело одно. И когда Христос воскрес, по великой Своей любви, Бог сделал нас одним со Христом, и мы совоскресли с Ним. И мы разделяем с Ним это кресло власти. Наша власть проистекает от этого престола. Это потрясающе. У нас не просто человеческая власть, обычная власть этого мира. Наша власть проистекает от правой руки Бога Отца. Аминь. Воскреснув и будучи посажены со Христом, мы занимаем высочайшее положение со Христом. А дьявол не хочет, чтобы мы об этом знали. Он не хочет, чтобы мы это понимали. Он хочет заставить человека колебаться при мысли об этом. Потому что обычный человеческий разум не в состоянии воспринять все это величие. Величие этой истины. Человеческий ум пытается в ней разобраться и осекается. Ее нужно принять сердцем, духом. Вот почему Павел молился в первой главе Ефесянам, чтобы Бог дал нам Духа Премудрости и Откровения к познанию Его. Дух Премудрости и Откровения – это не что-то, что приходит в ум. Это то, чем наделяется ваш дух. Ваш дух должен за это ухватиться. Ваш дух должен это взять. Это должно стать истиной внутри вас, а не чем-то, что вы можете мысленно представить. Это мудрость Божья, которую нужно принять своим духом, принять своим сердцем. И наделяет нас ею Дух Святой, чтобы мы вообще могли принять эту мудрость. Аминь. Аллилуйя. Итак, наша власть проистекает от этого вознесенного престола. Наша власть от него. Мы ее не зарабатываем, не заслуживаем. Мы ее просто принимаем и верим. И чем больше мы в нее верим, тем больше мы поступаем, соответственно. Адам потерял это владычество. Адаму было дано владычество над всей землей, когда Бог поместил его в саду. Но когда он совершил измену против Бога и согрешил, он не просто потерял общение с Богом. Он потерял свою власть. Он потерял свое владычество. Почему? Потому что, выйдя из подчинения Богу, разорвав общение с тем, от кого проистекает власть, вы лишаете себя власти. Адам потерял власть. Он передал ее тому, кто его обманул. Во 2 Коринфянам 4.4 слово называет дьявола Богом этого мира. Это не было намерением Отца. Он сделал Адама главой или владыкой над землей. Но Адам отдал это врагу. Вот из-за чего все беды на земле. Вот из-за чего вся разруха. Это дела дьявола. Люди говорят, Бог контролирует землю. Ну, то, что происходит на земле, происходит потому, что дьявол назван Богом этого мира. С маленькой буквы Богом этого мира. Он получил это от Адама. Адам должен был применять свою власть, чтобы благословлять землю. Но когда он оступился и согрешил против Бога и передал эту власть дьяволу, дьявол воспользовался ею, чтобы вредить земле, чтобы приносить боль и разрушение на землю. Люди говорят, почему Бог приносит такие беды на землю? Бог этого не делает. Адам не защитил свою власть должным образом. Власть вам принадлежит. Защищайте ее. Используйте ее правильно. Используйте ее, чтобы благословлять. Бог дал нам власть, чтобы мы были благословением. Когда дьявол заполучил эту власть в свои руки, он использовал ее, чтобы проклинать, вредить, разрушать, воровать, грабить и убивать. Помните, Иисус сказал, дьявол приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. Вот какое предназначение Бог дал Адаму – быть благословением при помощи этой власти. Но он отдал свою власть, и дьявол злоупотребляет ею, чтобы вредить. Дьявол хочет продолжать выполнять свой план – красть, убивать и губить. Он хочет и дальше выполнять этот план. Но когда пришел Иисус, Бог не просто вернул человека в общение с Собой, но и вернул человеку власть. Аминь. Но нужно быть во Христе, чтобы войти в эту власть. Аминь. Когда мы, как тело, двигаемся вместе с головой, власть, принадлежащая голове, протекает по телу, и мы способны двигаться в единстве с головой. Аминь. Слава Господу! Людям хорошо бы понять, откуда вред, боль, разрушение, убийство, и все неправильное приходит. Бог не имеет с этим ничего общего. Все по причине того, что человек не ценил ту власть, которая ему принадлежала. Не защищал ее. Теперь же, когда Христос возвратил нас в общение с Отцом, мы также вернулись в позицию владычества, вернулись к власти. Защищайте, защищайте эту власть, применяйте эту власть. Для чего? Чтобы нести благословение. Вот для чего Божья власть. Чтобы благословлять, а не вредить и ранить. Аминь. Дьявол не хочет, чтобы христиане знали, что им возвращена полная и абсолютная власть над ним. Он не хочет, чтобы человечество это знало. Он старается скрыть эту истину, он с ней сражается. Он держит людей в неведении, заставляет их ставить эту истину под сомнение. Он держит людей в ложных представлениях, чтобы они не заняли свое место и не стали применять благословение, вместо того, чтобы пасовать перед делами дьявола. Аминь. Нам лишь нужно понять, что Иисус не только восстановил наше общение с Богом, но восстановил все, что Бог предназначил для человека. Он восстановил наше владычество. Он вернул нас в позицию власти. И как только вы поймете это своим сердцем, как только ваш дух ухватится за это, как узнать, ухватился ли за это ваш дух? Вы начнете так жить. Вы начнете жить в соответствии с этим светом. Вы начнете жить в соответствии с этим осознанием. И как только вы начнете применять свою власть, дьяволу больше не удастся вами помыкать. У него больше не получится действовать в вашей жизни, как прежде, нанося урон. У дьявола как будто безграничный доступ к жизни некоторых людей. Но как только вы поймете, что у вас есть власть, у вас есть право встать и властью Христа сказать, «Все, хватит, ты больше не будешь этого делать». И когда он попытается дать отпор, скажите «нет, нет, нет». Когда вы применяете свою власть, вас поддерживают небеса, потому что вы применяете власть небес. Небеса поддерживают вас, когда вы говорите дьяволу «нет». Сила Божья вас поддерживает. Когда вы берете то, что Бог назвал вашим, небеса вас поддерживают. Когда вы говорите дьяволу «убрать свои руки от чего-то, что вам принадлежит», небеса вас поддерживают. Почему? Потому что у нас общая власть с небесами. Это не отдельная власть. Небеса не действуют с одной властью, давая человеку другую. Это одна и та же власть, то же владычество. Аминь. Аллилуйя. Если у нас есть власть над дьяволом, а она у нас есть, то почему же так много христиан живет в рабстве неправильных вещей? Почему они живут в мучении, бедах и страданиях, в уме, теле, финансах? Потому что они не понимают. Они не понимают, что Иисус им дал. И во-вторых, они не применяют то, что Иисус им дал. Невозможно применить то, что вы не понимаете. Невозможно использовать что-то, если вы не знаете, что оно вам принадлежит. В Иоанна 8, 32 Иисус сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Другими словами, то, что вы знаете, определит, как вы будете жить. Не зная, что вам принадлежит, вы не будете в этом жить. Люди говорят, «Ну, если у меня есть власть над дьяволом, тогда почему он касается меня? Почему он причиняет весь этот вред?» Потому что в своей жизни вы должны быть полицейским, который встанет и скажет, «Нет, ты не вторгнешься в мой дом, ты не вторгнешься в мое тело, ты не вторгнешься в мой ум». Власть нужно применять. Власть нам принадлежит, но ее нужно сознательно применять. Власть не вступает в силу и не действует автоматически. Ее нужно применять. Нужно отстаивать свои права. В Осии 4, 6 сказано, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Заметьте, дьявол не упоминается в этом стихе. Мы гибнем не из-за дьявола. Мы гибнем из-за того, что не знаем о победе, принадлежащей нам во Христе. И не имея знаний, мы их не применяем. Итак, верующие гибнут не из-за врага, а из-за неведения. Так что лучшая защита для вашей жизни – это узнать, что принадлежит вам во Христе. Ухватиться за это, размышлять об этом, говорить это себе, вбивать это в свой дух, стать с этим единым целым, слиться с этим в своем духе, чтобы использовать это абсолютно каждый день. И вы сможете изменить весь ход своей жизни, применяя свою власть во Христе. Она принадлежит вам. Защищайте ее, используйте ее, не относитесь к ней легкомысленно. Осознайте, какое богатство вам дано благодаря тому, что вы принадлежите Богу, и что власть – часть этого богатства. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...